Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера. Если вы знаете, то в Китае производится множество различных продуктов, начиная от еды, заканчивая телефонами, машинами, самолетами. И даже они запустили что-то в космос. Я правда не знаю, что именно. Но так как я пользуюсь камерой Sony Alpha 630, это отличная камера, у нее молниеносный автофокус, она может снимать 4К, 120 кадров в секунду при Full HD, то есть это отличная камера для блогинга, она небольшая, она снимает отлично, но у нее есть один-один маленький минус. И этот минус касается маркетинговой политики именно компании Sony. Объективы для камер Sony, ну, зачастую стоят немножко неуменяемых денег. То есть данный объектив, на который я сейчас снимаю, он стоит примерно столько же, сколько стоит сама тушка от камеры, то есть около 50-60 тысяч рублей. Это, скажем так, довольно-таки большие деньги, при этом светосильных объективов у Sony почти что нет. И нормальный светосильный объектив от Sony стоит вообще чуть ли не за 200-300 тысяч рублей. Подобную проблему частично решила такая компания, как Sigma, выпускает светосильные объективы и, в принципе, да, относительно неплохую цену. Ну, китайцы также решили выйти на этот рынок. И сейчас появились такие компании, как, например, Seven Artisan, о которой я узнал несколько месяцев назад. И около месяца назад я съездил к ним в офис, поговорил, и они дали мне объектив на тест. И также мы договорились еще о кое-чем. Офис небольшой, но для компании, которая была остановлена всего пару лет назад, офис выглядит просто отлично. Тут находится, как и небольшой маркетинговый отдел вместе с отделом продаж, также инженерный отдел, а чуть дальше отдел проверки качества. Отдельно, как полагается, сидит директор компании. Лично мне атмосфера в данном офисе понравилась. Сам обзор начнем не с распаковки, а самого объектива. Мои скиллы по фотографии и съемке видео пока, скажем так, к себе, поэтому это чисто мое мнение человека, который интересуется фототехникой, но который знает только поверхностную часть. А теперь давайте перейдем к своему объективу. Первое, что вы должны знать, это мануальный фикс-объектив. Это значит, что этот объектив не приближает. А чтобы сфокусироваться, нужно прокручивать фокусные колесико. Кроме того, если сравнивать данный объектив с другими соневскими объективами, здесь отсутствует встроенная стабилизация, что для меня довольно-таки актуально. Также еще одну вещь, которую стоит учитывать, это то, что данный объектив предназначен для камер Sony с APS-C сенсором. Это означает, что из заявленных 25 мм, ваш объектив превращается в 35 мм, что в принципе так же неплохо. Теперь перейдем к самому объективу. Качество изготовления отличное. Сам объектив сделан из алюминиевого сплава и ощущается в руках более чем солидным. Имеется колесико для изменения апертуры, а также второе колесико для настройки фокуса. Оба колесика имеют приятный ход и вполне подходят для видеосъемки. Кстати, также не следует забывать, что данный объектив имеет дырку 1.8, что дает нам два преимущества. Это возможность сфотографировать с очень сильным размытием заднего фона. И второе преимущество в виде того, что можно снимать в условиях очень низкой освещенности. При этом даже при диафрагме 1.8 нет каких-либо серьезных искажений, если не брать во внимание небольшие смазы по бокам. Что для объектива за такие деньги более чем приемлемо. Еще могу сказать, что данный объектив у меня лежит сейчас почти всегда в рюкзаке и используется для фотографии. Он дает довольно-таки приятную картинку и сочные цвета, при этом не занимает много места в рюкзаке. Про видео я также иногда с ним балуюсь, но все-таки предпочитаю сонинские объективы именно для съемок видео. Потому что они имеют как и автофокус, так и встроенную стабилизацию. Что для меня как человека, который все равно этим только увлекается, более важный фактор. Ну в общем как-то так. Лично я бы данный объектив рекомендовал, если вы любите фотографировать. Для видео он также подходит, но с видео придется немножко больше заморачиваться. В общем если у вас есть вопросы по данному объективу, то оставляйте в комментариях. Я оставлю ссылку скорее всего на какой-нибудь Алиэкспресс, потому что у них есть официальный магазин там. В общем всем спасибо и пока и удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok